В минувшие выходные в станице Тамань и в музее под открытым небом прошли сразу два важных торжества. В честь 220-летия храма Покрова Пресвятой Богородицы, первого построенного в крае, и фестиваль легенды Тамани, посвященный 222-летию высадки казаков-первопоселенцев на земли Кубани, подаренные им Екатериной II. В казачьей этностанице побывали и наши корреспонденты. Подробнее расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. В Таманский храм Покрова Пресвятой Богородицы 23 августа прибыл Животворящий Крест Господень, одна из самых почитаемых и известных святынь. Более трех веков она хранится в городе Арзамасе, крупном православном центре России. О чудодейственной силе креста знают все верующие. Есть свидетельства о прозрении слепых, избавлении детей от серьезных болезней. И вот, впервые за три столетия Животворящий Крест отправился за пределы Арзамаса по просьбе губернатора Кубани Александра Ткачева из благословления патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И не случайно первым пунктом его пребывания стал Таманский полуостров – колыбель кубанского казачества, храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный 220 лет назад первыми казаками, прибывшими на эту землю. Тысячи паломников со всех уголков страны прибыли к храму, поклониться великой православной святыне. После утреннего водосвятного молебна началась божественная литургия. Затем верующие совершили крестный ход от храма к месту высадки казаков на Таманский берег, к площади адмирала Ушакова. Там священнослужители осветили поклонный крест. «Конни же свет и матер, берите во свет, да сынами света будьте». С любовью к земле и с верой в помощь сил небес. Так началась история кубанского казачества, что стала главной темой фестиваля «Легенды Тамани». Более 45 тысяч человек с разных регионов страны съехались в этот день в казачью станицу. Торжественное открытие фестиваля состоялось на главной площади этнокомплекса на Майдане. Начался фестиваль «Сшествие барабанщиц» сводного духового оркестра и парада флагов всех муниципалитетов края. Гостей и участников праздника приветствовал губернатор Кубани Александр Ткачев. Мы создали этот музей усилием огромного количества людей. Всех тех, кто верил, все тех, кто очень много дел работал, практически с нуля, построив этот маленький город. Мы сделали одно большое замечательное дело. Мы приобщаем своих детей, своих внуков к нашей истории. Мы должны это чтить, мы должны это знать и помнить. Я хочу пожелать всем и жителям края, и гостям хороших праздников, хорошего настроения, хорошей солнечной погоды. И чтобы эти дни, проведенные здесь, на Атамане, запомнились навсегда. Александр Николаевич подчеркнул, что по традиции пятый год подряд в музее под открытым небом проходит праздник Кубани «Легенды Тамани». За это время здесь побывали около трех миллионов человек. Это говорит о том, что в нашей стране, а особенно на Кубани, с каждым годом возрастает интерес к ее истории и традициям. Ведь здесь, в Атамане, они воссозданы не только в образах, но и в самой атмосфере. Здесь оживают страницы истории кубанского казачества. Песни, пляски, кубанские обряды, казачьи частушки были слышны отовсюду. Ну и, конечно же, какая история безнациональной кубанской кухни. Фирменные помпушки, пирожки с полужару, борщ, вареники с картошкой, мясные пироги – все можно было попробовать в любом подворье. Так, например, курень Крымского района «Дымарня» славится копченым салом. В подворье муниципального образования Крымский район – это подворье Банаса-Шкварки. Естественно, мы здесь коптим сало, у нас много свиней, есть уникальная такая установка, можно пройти посмотреть, в которой коптится сало по старинным рецептам. Казачьи игры, забавы для детей и взрослых, народные промыслы, трюки на лошадях – в этностанице было на что посмотреть. Мимо подворья пройти было невозможно. Хлебом с солью встречали всех желающих гостеприимные хозяюшки славянского куреня. Песнями и частушками радовали прохожих творческие коллективы славянского района. Ансамбли, хореографические ритмы планеты, народный мужской самородок, фольклорные казачьи напевы, хор духовной песни, эстрадно-духовой оркестр дарили свое творчество гостям этнокомплекса. Кроме того, время от времени снова и снова они демонстрировали театрализованную тематическую легенду, как казак-гармонист смекалку проявил. Каждый показ постановки собирал все больше и больше зрителей. На легенду славянского куреня зашел губернатор Кубани Александр Ткачев. Почетного гостя встретил глава района Роман Синеговский. Оглядев подворье и посмотрев фрагмент представления, Александр Николаевич поблагодарил за гостеприимство и вместе со своей командой отправился путешествовать по казачьей станице. Музей под открытым небом, а Тамань – отражение всей Кубани. Здесь есть все – и история, и культура, и песни, и кухня. И все то, что дорого сердцу каждого кубанца. О своих впечатлениях о Великой Таманской земле поделился глава славянского района Роман Синеговский. Я считаю, что культура наша, наша история, мы должны знать традиции нашей Кубани, нашего казачества. И вот очень хорошее место на берегу моря, где здесь можно прикоснуться к своей истории, к кубанским традициям. Каждое муниципальное образование, сделали курень, шикарное место, прекрасные настроения, сколько людей, концерты определенные, обычаи кубанские, блюда, традиции. То есть я считаю, что президент вообще назвал 2014 год год культуры. Что может лучше быть, чем культура в одном месте, где все радуются, всех объединяет. А на главной сцене станичного правления в это время шло настоящее представление о том, как казаки переселялись на Кубань. Тысячи зрителей собрались на центральной площади, чтобы окунуться в театральное действие. И повелела царица отпустить из казны казакам по 20 тысяч рублей на год. И жаловали войску черноморскому знамя войсковое, литавры, булавы и войсковую печать. И видится мне, что пройдут столетия, и трудным будет путь казачества и этих регалий, но они всегда будут самым дорогим оберегом для кубанских казаков. Главным событием, развернувшимся на центральной площади, стало выступление артистов кубанского казачьего хора и Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. В интересной концертной программе были представлены музыкальные и хореографические произведения, в разное время написанные о Кубани, воспевающие наш край и отражающие его героическую историю. Не скрывали эмоции гости, приехавшие в казачью станицу на ежегодный краевой фестиваль «Легенды Тамани». Мы уже третий раз здесь приезжаем, каждый год при первой же возможности обязательно. Очень рады здесь попасть, очень нам нравится здесь. Вот сегодняшний праздник в особенности понравился. Хорошая обстановка, люди веселые, доброжелательные. Мы счастливы побывать на этом празднике. Праздник потрясающий, нам очень нравится, чтобы Тамань развивалась, и Тамань тоже. Гуляния в Атамане шли два дня. На этой земле особенно чувствуется величие судьбы предков, их любовь к родине и те вечные ценности, которые из поколения в поколение передаются от отца казака к сыну. Каждый год сюда будут приезжать люди, чтобы соприкоснуться с культурой старины, посмотреть, как жили в прошлые эпохи, и чтобы увести с собой эту частичку казачества, частичку Атамани. И у вас есть возможность узнать тайны и легенды родной земли. Приезжайте в Атамань. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...